Добрый вечер, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. И люблю я эти вебинары, потому что как к ним не готовься, все равно возникают технические проблемы. Технических стак, которых даже не ожидает. Поэтому требует это все затрат верных. Я надеюсь, что сегодня больше технических проблем не случится. Ну что, этим вебинаром мы открываем серию вебинаров, которые будем транслировать регулярно. Нам важно регулярно получать обратную связь от участников. Поэтому будем периодически выходить в эфир, отвечать на ваши вопросы, рассказывать про наши достижения, про наши движения, про наши успехи. Думал, как охарактеризовать сегодняшние дела наши. Хочу сказать так, что все по плану. То есть, как мы и планировали, у нас все развивается хорошо, именно по плану. То есть не хорошо, не плохо. Все происходит в соответствии с намеченным вводом депозитов. И вы знаете, что мы перед стартом системы менили правила. То есть изначально мы планировали, что у нас будет живая очередь на входе. То есть эта очередь будет состоять из людей. Но потом, когда мы увидели, что у нас произошел большой наплыв, мы решили не устраивать в входе золотого сечения негативную тенденцию, когда люди привыкли, что в очередь это нечто плохое. И кто пришел первый, тот выиграл, а кто пришел последний, тот проиграл. Поэтому мы ввели наши депозиты, так называемые, которые нам обеспечили стабильное развитие, вплоть до конца мая 10. Поэтому сейчас мы имеем возможность технической телегруппировки, соответственно, довести до ума наши инфраструктурные проекты, поработать с командой. Потому что, ну, вы понимаете, что после старта нам нужно было усилиться, завести, развить новые направления, которые будут обеспечивать развитие в дальнейшем. Для этого мы запланировали наш воркшоп, который успешно прошел. Все видели, что приехали лидеры, что мы провели с ними занятия. То есть вы видели, как мы плавно от первого до последнего дня погружали людей в организованную работу. И вот сегодня у нас практически все из них остались здесь. Все распределились по своим обязанностям, все внедрились. И вот сейчас начинается планомерная динамичная работа, которая будет обеспечивать наше устойчивое развитие в течение всего времени проекта. Ну, меня просили начать с вопросов идеологии. И, в принципе, эта диалогия, она пересекается с вопросами, которые задавали мне в последнее время. В частности, Сергей Макаренко инициировал некий запрос, который необходимо обсудить. Запрос этот связан с тем, чтобы в какой-то период времени по достижению участниками определенной суммы в облачном счете, чтобы можно было его останавливать, этот счет, чтобы выплаты не росли, а достигали какого-то фиксированного размера. Значит, ну, что хочу сказать. В целом, предложение неплохое. В целом. Давайте рассмотрим его более детально. Вот смотрите. Мы создавали нашу систему для того, чтобы культивировать счастливых участников. То есть участников, которые будут уверены в завтрашнем дне и получат определенную степень счастья, то есть некой эйфории от того, что они достигают каких-то материальных результатов. Вот мы ориентируемся на совершенно разные слои, на совершенно разных людей. И помните, как Остап Бендер спрашивал у Шуры, сколько вам нужно денег для полного счастья? Как вот мы можем определить вот эту планку, когда человек счастливый, а когда не счастливый? Вот Сергей предложил планку 150 тысяч рублей в месяц. Ну, вот я думаю, что многие ему возразят и скажут, а мне нужно 200 тысяч рублей, а кто-то скажет миллион. Ведь все зависит от того, сколько человек может сделать. И мы говорим, что мы в целом создаем людей созидательных, созидающих. И тут все зависит от того, а сколько же человек может освоить, сколько ему нужно для созидания. Так вот, если мы сделаем этот предел в размере 150 тысяч рублей, человек, который будет чувствовать, что он может созидать на большую сумму, для него этот смысл и это ощущение счастья будет потерян. Поэтому я отвечу на это так. Мы, безусловно, должны обсуждать этот вопрос. Я считаю, что этот вопрос должен стать лейтмотивом, то есть частью нашей идеологии. То есть мы должны развивать вот эту дискуссию на тему того, а сколько же нужно человеку денег для полного счастья. Поэтому вместе с этим вопросом, я так думаю, что мы должны начать некую процедуру голосования. Причем это не значит, что мы это голосование должны закончить там в течение недели. Я предлагаю ежемесячно проводить голосование и формировать фокус-группу такую некую из наших участников, которая будет определять, а сколько же, какова должна же быть этот план. И вот чем больше нас будет становиться, мы увидим некую динамику. Допустим, мы это голосование можем провести в мае, в июне, в июле. И мы посмотрим, в какую сторону меняется эта планка. И вот к тому моменту, когда у нас будут большие выплаты, мы уже будем видеть четкую картину. Стоит ли нам ограничивать или не стоит. И если стоит ограничивать, то на какой сумме. Я считаю, что такой выход из положения будет наиболее объективным в нашей ситуации. Надеюсь, что вы меня поддержите и, соответственно, сейчас мы будем готовить специальные сервисы, которые будут позволять нам регулярно проводить голосование на этот год. И таким образом, когда мы подойдем к моменту, когда уже, скажем так, может создаться необходимость в этом регулировании, значит, у нас тогда уже будет четкий ответ на этот вопрос. Ну, я предполагаю, что это время может затянуться. Потому что, в целом, наш проект рассчитан на долгосрочную работу. И, как я уже говорил, говорю неоднократно о том, что у нас вот это облако Fibonacci, то есть вот этот первый проект, в котором облачный счет растет со скоростью 61,8%, а именно такой процент определяет последовательность Fibonacci. Для тех, кто работал на рынке ценных бумаг, они знают это показать. Вот это облако Fibonacci – это наш первый проект. Первый проект в череде, в каскаде проекта. Они будут вытекать один из другого. И задача каждого последующего проекта – привлекать внимание к предыдущему и развивать к предыдущему. Поэтому они все будут взаимосвязаны. То есть мы понимаем, что это будет облачная система, которая будет состоять из многих облаков. И все эти облака будут давать необходимый синергетический эффект для развития. Надеюсь, что я ответил всем нашим критикам, которые нас критиковали, по поводу последовательности Fibonacci. То есть в данном случае мы говорим о том, что вот этот рост облачного фонда в размере 61,8% в месяц, а месяц мы считаем 4 недели. Месяц состоит из 4 недель. Вот 4 недели дают нам вот такой прирост. И именно этот процент это есть по совету Fibonacci. Сейчас я хотел бы, у нас накопились вопросы, сейчас я хотел бы на них отвечать. И, соответственно, в контексте ответа на этих вопросах я буду дальше развивать нашу биологическую позицию. Так, Алексей, можете нам еще надо задавать? Вопрос от слушателей в чате под вебинаром. Хотелось бы, чтобы я смог видеть своих рефералов, чтобы их дорабатывать, переводить информацию. То есть кто за вашими деньгами, а кто пока здесь. Значит, друзья мои, что касается этого вопроса. Мы специально сделали анонимную систему. Сделали не для того, чтобы кто-то кого-то дорабатывал. Вот думайте, самая постановка вопроса. Я хотел бы их дорабатывать. Мы людей счастливых создаем, а вы собираетесь дорабатывать. Нет, вот нет смысла. Вот смотрите, сегодня попытки некоторых, скажем так, энергичных, я бы так сказал, руководителей создавать, формировать структуры, мне начинают напоминать такую картинку. Когда человек пытается схватить руками воздух и запихать его в карманы для того, чтобы его сохранить. Так вот, вы пытаетесь таким образом зачерпывать участников для того, чтобы их сохранить. Вы представьте, что после 25 мая у нас включается лимит на приток денежных средств в день. Таким образом, вы будете понимать, что ваши попытки кого-то там зачерпнуть и доработать, они разбиваются просто о том, что эти люди не смогут вступить в систему. Потому что выплаты будут лимитированы. Вот вы их дорабатываете, зачем дорабатывать? Через некоторое время вы поймете, что никого дорабатывать не надо. Упакуйтесь, расслабьтесь, будьте счастливы просто. Считайте свои облачные кошельки, свои остатки на счету и просто делитесь этой радостью со своими друзьями от того, что каждый день вам капает. Все, больше ничего не надо. И это, кстати, тоже отдельная составляющая идеологии. То есть не надо никого сюда звать, я вас прошу. Мы должны показывать стабильность и сами понять вот это вот состояние счастья. Положите вы там какие-то деньги, смотрите, как они просто каждый день вам капают. Все. Расскажите об этом своему соседу. Придет, придет. Для вас будет сюрпризом, когда от него придет вам реферальная выплата. Не надо никого дорабатывать. Все придет само собой. Успокойтесь уже. Мы не создаем матрицу, мы не создаем здесь какой-то энергии вот этой вот, которая одних участников делает несчастными по отношению к другим. Вот еще раз говорю, смотрите. Вот эти принципы сетевой работы, когда жесткие вебинары, давай, ты каждый день должен провести пять человек там. Они делают, других людей, которые не могут в день по пять человек приводить, они их делают несчастными, потому что у них создается ощущение, что они не смогут этого делать. Что они в этой конкурентной борьбе поиграют. Поэтому, максимум, что будет сделано, это... Вы сможете видеть электронную почву, но не более того. То есть, еще раз я прошу, даже если вы их будете видеть и будете видеть свою структуру, ее не надо дорабатывать, ни на кого не надо давить. Потому что все должно происходить само собой в нашей системе. То есть, мы должны выпускать там регулярные информационные материалы, регулярные там продукты информационные. Все наши инфраструктурные проекты сейчас запускаются с новой силой BGM TV. То есть, это инфраструктурный проект, который будет развивать рынок в целом. Мы говорим, что CloudMoney, я как лидер этого проекта, мы заинтересованы в том, чтобы не только наш проект будет. Поэтому мы рекламировали, рекламируем и будем рекламировать другие компании. Мы будем помогать им точно так же становиться. Потому что мы считаем, что развитие рынка – это наша главная задача. То есть, развивать и легализовывать этот рынок, разрабатывать правила игры на этом рынке, для того, чтобы у нас не было мошенников, которые приходят и владевают на чужими деньгами. Вот наша общая задача. Поэтому мы считаем, что серия наших инфраструктурных проектов, в частности, запуск следующего проекта, про который мы уже озвучили, что он будет. Сейчас дорабатывается его правило. Я скажу лишь только одно, что это будет минимальный фиксированный взнос и максимально возможный процент. При этом разовые выплаты, ежемесячные или, может быть, они будут понедельные, или, может быть, также ежедневные. Сейчас это вырабатывается. Они будут регулироваться так же, как и в облахе Кубаначо. То есть, просто будут заложены другие проходы. Но вот этот минимальный взнос и максимальный процент должны позволить обеспечить нам новый приход участников, которые также будут пополнять ряды первого облака, облака Кубаначо. Вот, надеюсь, я ответил на этот вопрос. Так же коснулся точки идеологии на данном направлении. Я вкрасываю, чтобы подытожить некоторые идеологические моменты. Андрей, обласи, пожалуйста, свое видение относительно целей или миссии. Всего того, чем мы здесь все вместе имеем. Значит, друзья, мы делаем мир лучше. Я считаю, это наша миссия. Мы делаем мир лучше. А я бы даже сказал, гораздо лучше, чем он был на самом деле. И мы не пытаемся его изменить. Мы не пытаемся его, скажем так, сломать. Мы просто пытаемся его улучшить. Сейчас я попытаюсь объяснить это состояние. Мы говорим, человек должен быть нежадным, к примеру. Или человек должен быть великодушным. Но трудно его заставить быть великодушным. Задумайтесь, когда мы хотим сделать кому-то подарок, и мы, допустим, имеем внутри себя желание отблагодарить человека этим подарком, сделать для него хорошо, выразить ему максимальную свою душевную благосклонность. Например, это наш ребенок, или это наша жена, или это наш какой-то близкий родственник. Но в данном случае любой наш внутренний посыл, то есть выразить в этом подарке всего себя, натыкается на наши финансовые возможности. Мы незамедлительно начинаем чувствовать, что мы ограничены. То есть мы не можем себя выразить и проявить, потому что нам не хватает денег. То же самое происходит, что мы не можем познакомиться с какой-то девушкой, потому что нам не хватает денег. Она нам нравится, мы ее всей душой желаем. Но мы просто ограничиваем себя, потому что мы считаем, что эта девушка нам не покормат. Чувствуете, да? Мы не можем завести третьего или четвертого ребенка, потому что мы считаем, что мы не сможем его прокормить. Поэтому зачем менять мир? Нет смысла его менять в том, чтобы убеждать кого-то. Заряди еще ребенка. Или прояви чувства по отношению к этому человеку, к этой девушке. Или сделай подарок от души. Или отдай долги друзьям. Поддержи дружбу, если ты кому-то должен. Мы улучшаем мир путем того, что мы просто облегчаем доступ к финансовым возможностям. Вот и все. И незаметно для себя мы поймем, что улучшая таким образом мир, мы его изменяем. Вот, я считаю, такая наша миссия. Хорошо. Андрей, ты говорил, что будет старт еще одного этого проекта. В прошлом вопросе ты его озвучил. Будет ли твой новый проект работать лучше по основанию? Нет. Этот проект будет рассчитан на новую аудиторию. Поэтому наша задача сделать так, чтобы каждый последующий проект работал на предыдущий. Поэтому мы сделаем таким образом, чтобы за счет этого проекта мы могли иметь дополнительные запасы. Допустим, если у нас будет какой-то сбой динамики, то мы сможем за счет развития второго проекта выполнять первый. Помимо всего прочего, естественно, и страховать. В случае, если у нас один проект будет обсуждать трудности, они, естественно, будут друг друга страховать. В последующем мы планируем создать даже целую систему страхования между проектами. В том числе и партнерств. В частности, если мы будем с кем-то на береге продвигать какой-то проект, то мы рано или поздно начнем разговор по поводу того, чтобы между проектами создать систему страхования. В случае, если кому-то становится плохо где-то, то мы могли из этого страхового фонда поддержать. Таким образом, мы говорим о том, что для простого участника, опять же, я говорю, что необходимо диверсифицировать риски. Сегодня, в условиях, когда нет стабильности, нет законодательной базы, может случиться все что угодно в каждом из проектов. Здесь важно, чтобы каждый участник имел возможность диверсифицировать свои риски. А еще дополнительной формой это будет вот такая система страхования уже между самими проектами. Тем образом, мы создаем вот такой рынок, который медленно и уверенно продвигает нас к нашей цели. Мы создаем возможности, облегчаем доступ к деньгам для всех желающих. Тем самым, снижаем ценность денег в этом обществе. Мы считаем, что если доступ будет облегчен, значит цена денег будет все время падать. В какой-то момент они вообще потеряют всякий смысл. Но пока это происходит, на эти деньги, появляющиеся не в среде олигархических кланов, которые будут появляться среди фурорских людей, будут создаваться новые запросы. То есть, эти люди не заинтересованы в развитии, допустим, какой-то нефтяной энергетики, углеводородной энергетики. Они заинтересованы в развитии альтернативной энергетики для того, чтобы бесплатно отапливать свои дома. Никто не требовалось у нас этих денег. Поэтому у нас появление этих денег и дополнительных средств в простой среде, создает для нас возможность создавать новые запросы и разрабатывать для самих себя новые блага. В частности, такие как необходимые нам лекарства от неизлечимых болезней, различного рода альтернативную энергию, различного рода альтернативные материалы, роботизировать производство, делать его более экологичным и прочие функции. Таким образом, мы, опять же, через вот эту функцию начинаем менять мир. Потому что полезно уговаривать отдельно взятого производителя сделать свою производство экологичным. Потому что у него нет инвестиций. Потому что его спрос на сегодняшний день на его товары ограничен. У него нет сверхприбыли. И он не видит вообще смысла инвестировать в развитие этой опросы. Так вот, когда мы создаем вот этих новых потребителей в виде нас, потребители начинают формировать новые запросы к производителю. И требовать от него, чтобы он инвестировал деньги в экологичность производства. А когда мы еще будем отказываться от него работать, то есть мы говорим, нет, мы уже больше не хотим заниматься физическим трудом. Нас нельзя эксплуатировать, мы творческие люди. У нас совершенно другие ресурсы, духовные. Поэтому, уважаемые предприниматели, будь добр. Закупи робота на своем производстве, чтобы сделать нормальную систему утилизации отходов с этого производства. Делай так, чтобы материалы, из которых ты делаешь, тоже не приносили вреда экологии и так далее. Вот, с этим образом мы начинаем уходить в новую жизнь. Продолжим некоторыми из технических вопросов. Можем ли мы на будущее суммировать все части депозитов в одну полную облачную сумму и делать начисление и вывод одним расчетом, а не мелкими выплатами на каждую часть депозита. И в то же время очень сложно все выглядит. Нужно подключать API, потом непонятно почему 500 из 1000, потом второй кошелек и так далее. Хотелось бы, чтобы все было проще. Значит, смотрите, вот это, еще раз говорю, вот эти 500 из 1000, которые зачисляются, это временная мера для того, чтобы сделать плавным старт. Возможно, мы и в последующем будем применять эти меры для того, чтобы снизить потом желающих. То есть, еще раз говорю, мы ввели это, потому что у нас был сумасшедший резерв на старте, ненужный нам абсолютно. И путем введения такой непопулярной меры мы ограничили, с одной стороны, ограничили приток желающих вложить деньги, с другой стороны, создали равные условия для всех. То есть, те, кто хотел войти, они вошли. Соответственно, как только у нас вот эти депозиты уйдут после 25 мая, уже не будет вот этих вот разорванных сумм, все будет начисляться с одной суммы сразу. Ну и вообще, мы же не стоим на месте, поэтому скоро у нас выходит новый сайт. Полагаем, что это будет до конца мая, но, может быть, чуть затянет. Соответственно, уже там не оптимизируем мы личный кабинет тоже. Ну и вообще, все время будем совершенствовать. Поэтому, посылайте свои запросы, мы, естественно, будем на них реагировать, свешивать все, и ни одно ваше пожелание не останется без ответа. Следующий вопрос. По поводу проверенных обменников. Будет ли на сайте раздел, где будет поставлен список проверенных обменников? Ну и сюда, я думаю, стоит огласить варианты с платежными системами. Да, значит, не хочется, вот опять, знаете, не хочется обещать заранее и потом, ну, хочу сказать, что у нас в ближайшее время подключится свой обменник, вот, и сейчас готовится своя платежная система. Ну, опять, я не хочу это рекламировать, это отвечать, что вот, у нас там своя платежная система. Вот, поэтому, таким образом мы снимем вот эти вопросы, связанные с тем, что, ну, участие через твердых мани – это определенный риск. Соответственно, вот, когда у нас запустится своя платежная система, эти риски будут сниманы. Те, кто захочет, может ей восходить. Сколько проектов будет добавить мани, и тогда он запустит второй? Значит, второй проект запустится в ближайшее время, я думаю, что в начале июня. Вот. Проектов будет много. Настолько много, что анонсировать их всех сразу просто пальцев не хватит, пальцев не хватит. Поэтому, ну, я хотел бы перевести вот эту работу не в режим того, что мы там обещаем чего-то, а пусть для вас в год каждого проекта будет сюрпризом, это будет честнее и понятнее. Потому что на сегодняшний день, ну, нет просто необходимости там вот рекламировать вот эту вот… подготовку к этим проектам, потому что и так у нас все в порядке. Вот. Не хочется выглядеть глупо, не хочется спекулировать на этих вот… на запуске этих новых проектов. То есть, приходите к нам, у нас много новых проектов. Да, проекты будут. Много. Но хотелось бы о них рассказывать уже в момент, когда они будут запускаться. Соответственно, могу сказать только то, что для членов команды, для тех, кто будет работать, ну, там, непосредственно в системе развития CloudMoney, все это не секрет. Поэтому, если кто-то хочет более активно подключаться, у нас, значит… сейчас разрабатывается очередной воркшоп. Вот. Поэтому, все, кто желает чувствовать в себе инициативу, кто хочет применять, приезжайте сюда. То есть, вряд ли мы не сможем реагировать как удаленно, скажем так, оперативно реагировать. Потому что предлагать могут все, а вот терять могут немногие. Поэтому нам нужны люди, которые не просто предлагают, а будут брать и делать. Соответственно, ну, не может уже удаленно с этими людьми работать. Не хватает, к сожалению, у нас в этом направлении ресурсов. Поэтому планируем, что эти люди будут приезжать на воркшоп. Вот. Заодно вот этот вот сам конкурс, имеется в виду снятие видеопрезентации, там, голоса под эту видеопрезентацию. Это такая некая проверка на дееспособность, как говорили. Потому что говорить о том, что они могут что-то сделать, могут многие, а вот делать в реальности могут мало. Поэтому это будет такой вот предварительный отбор и проверка для инициативных людей. Хотя, я же говорю, мы не против, мы даже за то, чтобы они появлялись и появлялись в большом объеме. Потому что чем больше таких людей будет, тем больше мы сможем сделать, тем больше у нас будет проектов. Чем больше будет проектов, тем больше энергетика вокруг нашей компании. Компании я через букву А, компании. Потому что у нас не бизнес, а у нас некая новая форма. Вот. И вся эта синергия, она, соответственно, рождает увеличение количества участников. Потому что, в целом, мы говорим о том, что наша задача – вовлечь минимум 7% населения. Из нового шара. Вот такая амбициозная цель у нас. И я считаю, что мы ее вполне можем достигнуть. Такой вопрос. У меня есть на примете люди, которые могут инвестировать в проекты. Но у меня нет 150 долларов для получения реферального. Меня отделяют рецепт? Значит, еще раз говорю. Мы создавали вот эту вот систему 150 долларов для того, чтобы что-то вы могли зарабатывать. Потому что, ну, всем известно, что у нас участники скиданки многие. Они тут же создают там по 3-4 аккаунта, выстраивают их такой колбаской и начинают, значит, все реферальные аккумулировать у себя. Для того, чтобы этого не было, мы ввели вот эти 150 долларов. Поэтому, уважаемый участник, желающий стать активным участником, я считаю, что это вполне, скажем так, пассивная сумма, если вы хотите активно участвовать в проекте. Поэтому привлеките сразу людей для того, чтобы можно было посчитать, что если они войдут, то будут сразу больше 50 долларов. Займите у кого-нибудь 150 долларов, положите, и они молниеносно будут начислены на ваш счет, как только по вашей реферальной ссылке кто-то зайдет. У нас на это там дается время, поэтому вы даже сможете увидеть эти реферальные, а потом положите. Еще раз говорю, если вы считаете, что вы активны, то это лишь оправдание. Кто хочет делать, тот ищет возможности, кто не хочет, тот ищет оправдание. Мы принесем гораздо больше вреда, если отменим эти 150 долларов. Тогда вы вообще ничего не получите. Многие понимают, в принципе, как это работает. Поэтому радуйтесь, что это 150. Потому что вообще бы для продуктивной работы, и многие меня, я думаю, руководители поддерживают, можно было бы сделать и 300. Вопрос из бизнес-категории, скажем так. Когда появится возможность, когда будет, когда в перспективе появится возможность, инвестировать в бизнес или что-нибудь такое, чтобы пассивно дополнить? Появится такая возможность. Еще раз говорю, не хочу анонсировать, но будет возможность инвестировать и развивать всякие стартапы, связанные со всякими интересами. Если хотите узнать поподробнее, приходите в команду, участвуйте в конкурсе, приезжайте на workshop, и вы будете знать всю стратегию развития. Я ее не хочу озвучивать еще раз, потому что не хочу на этом спикулировать. Следующий вопрос. Хватит ли денежных оборотов хотя бы на 3-6 месяцев для проекта? Как мы будем делиться радостями от участия, если приход небольшой будет, а реферальный запрет мешает приходу в принципе? Что значит реферальный запрет мешает приходу в принципе? Это как раз касательно тех 150 долларов. Друзья мои, если вы считаете, что этот запрет мешает приходу в принципе, то вы глубоко заблуждаетесь. И чему он не мешает? У вас у всех открытая статистика. Вы видите, что несмотря на те, я считаю, драконовские по меркам рынка санкций, которые мы ввели, то есть мы говорим о том, что ваши деньги будут расти и сразу в течение месяца и то увидите, что у нас происходит. Мы сейчас даже принимаем деньги, которые нам, этих денег много. Вот такой парадокс. С учетом того, что у нас нет потребности воровать эти деньги и забирать, поэтому я считаю, что этих денег много и у нас слишком бурный рост. Хотя мы его планировали, но в целом изначально я бы... ...работать, и когда точно так же ваши участники не смогут внести... То есть если они хотят быть активными, они не смогут внести меньше 150 долларов. Иначе вас все обманут просто. Они там у вас выстроятся вот этими вот колбасками и все. Вы сами ничего не увидите. Надеюсь, всех они не могут. Следующий вопрос. Какие шаги в ближайшее время будут сделаны для доработки или усовершенствования в CloudNow? Как я уже сказал, будет запущен новый сайт. Более совершенный. Который будет... Сегодня все видят, что немножко портится картинка, когда заходишь в сайт бага. Будет этот сайт уже содержать мобильные приложения. Будет регулярно вестись работа по совершенствованию кабинета. Поэтому все шаги будут предприняты. Если вы считаете, что нужно предпринимать больше, присылайте в обратную связь, и мы на это все реагируем. Следующий вопрос относится к будущему институту CloudMoney. Какие проекты, какие инновации, какие разработки мы планируем собирать? Сделаем ли мы ставку на глобальные, касающиеся к телу человечества, либо формируем платформу по реализации мелких ставков? Да, мы планируем развивать глобальные проекты. Я считаю, что проекты связаны с информативной энергетикой, или с таблетками для продления жизни, или с таблетками от болезней, которые мучают сегодня человечество. Это глобальные проекты. Поэтому мы будем развивать это. Я ответил в вопрос? Да, вполне. А, по поводу института. Это институт CloudMoney. Значит, у нас есть институт социальных и финансовых коммуникаций. Но этот институт будет заниматься и производить научную базу для нашего проекта. То есть у нас уже сейчас подключены ученые, и буквально к концу месяца также выйдет первый научный материал, который подтверждает, что финансовая пирамида имеет место быть как инструмент вообще выхода из кризиса. Кто смотрел мои лекции, я знаю, что я рассказываю о том, что из сегодняшнего кризиса выхода нет. Вернее, нет выхода при помощи тех стандартных решений, которые были на рынке для этого. При помощи финансовой пирамиды, а именно если мы создаем формируемых 10, 20, 30 штук, вот как я рассказывал, когда участники могут персифицироваться, тогда на этапе, когда они могут рушиться, это не создает определенного дискомфорта. То есть в целом участник выигрывает. А если еще между ними будет система страхования, между этими пирамидами, то это превращается в устойчивую систему. И таким образом мы создаем инфляцию, то есть когда мы говорим о том, что обеспечивая, облегчая доступ к деньгам людей, мы обесцениваем деньги. А именно мы создаем инфляцию. И вот эта инфляция будет стимулировать развитие экономики, вопреки убеждениям сегодняшних ученых о том, что инфляция губит экономию. Да, она губит при условии, что деньги населения не растут. То есть население нищает. Но вот эта финансовая пирамида в условиях инфляции, это возможность сохранять и приумножать свои средства. То есть для социально незащищенных слоев населения. Таким образом инфляция становится не страшна. А те, кто занимался бизнесом, знают, что во время инфляции заниматься бизнесом выгоднее. Потому что растет не только цена на ваш товар, но в этот момент растут средства производства, недвижимость, земля, которая есть, если она у вас числится на балансе. То есть в целом капитализация вашего бизнеса больше. Следующий вопрос. Планируется ли создать площадку для общения всех участников CloudMoney по принципу социальных сетей и благосферы? Планируется, да. То есть я сказал, что следующий проект, где будет минимальный взнос, максимальный рост процента, также лимитированный вывод. Мы планируем развивать эту систему как пенсионную систему. При этом, смотрите, слово пенсия будет звучать не как пособие по старости, а как регулярная выплата. Вот зайдите в Википедию, посмотрите там, пенсия, что это такое. Это означает регулярная выплата. Мы говорим о том, что как вам это выплата по участникам вам. То есть получается, что это социальное пособие вам для жизни. Соответственно, если вы что-то от этого социума получаете, значит вы ему должны что-то отдавать. Мы считаем, что вы должны компенсировать социуму своей активностью. Поэтому мы будем создавать площадку, вернее создаем ее уже, опять не хочется анонсировать, в которой, значит, вы должны будете проявлять свою социальную активность. То есть голосовать, принимать какие-то решения, в том числе по вопросам, куда инвестировать в облачный фонд. Да, а мы его будем инвестировать, как можно сказать. Но об этом, если меня уговаривают об этом, расскажут подробнее, но нет, об этом будем говорить в узком круге. Для того, чтобы, еще раз говорю, попасть в этот узкий круг, участвуйте в онкшопе, приезжайте сюда, и у всех сразу есть. Замечательно. Ну, собственно, вопросы подходят к концу, и одним из последних хотелось бы озвучить следующее. В формировании нового сообщества будут ли разработаны и внедрены инструменты социального страхования? Вообще, наша система – это и есть инструмент социального страхования, для тех, кто не понимает. То есть это и есть, собственно говоря, добровольная, небосударственная система социального страхования. Инструменты социальной стабильности. Ну, сама клаудмания является инструментом социальной стабильности. Все, замечательно. Вопросы закончились. Чтобы мы обсудили все. Значит, если вопросов больше нет, мы на этом закончим. Я думаю, что вот этот первый вебинар, соответственно, мы будем теперь проводить их регулярно. Присылайте ваши вопросы, чтобы мы заранее на них готовили ответы. Ну, все. До новых встреч. Пока.